И к другим темам. Пульмонологи бьют тревогу. В период роста заболеваемости ОРВИ и ОРЗ наблюдается обострение бронхиальной астмы. Сейчас в Самаре с этим диагнозом живут около двух тысяч человек. Где и как учат дышать полной грудью, несмотря на хроническую болезнь, узнала Мария Шпакова. Ольга Комова живет с диагнозом бронхиальная астма уже 16 лет. Женщина рассказывает, долго мучила одышка. А однажды она сделала вдох, а выдохнуть не смогла. Говорит, тогда очень испугалась и сразу обратилась к врачу-пульмонологу. Раз в год стационарное лечение, ежедневно прием специальных препаратов и регулярные консультации. Я поняла, как нужно бороться с этим приступом. Самое главное, это нужно было не нервничать, а именно принимать действия какие-то. Вот я их приняла, за счет этого я осталась жива. Аллергия, недолеченный грипп, генетическая предрасположенность. Бронхиальной астмой страдают около 5% населения области. В период роста заболеваемости ОРВИ и ОРЗ наблюдается осложнение. И тем не менее, врачи уверяют, астма не приговор. Научиться контролировать приступы удушья можно. И этому учат в Самарской городской 15-й поликлинике. Излечить полностью, наверное, нет. Гены поменять мы не можем. А контролировать течение заболевания, научить человека полноценно жить с этим заболеванием, да, мы сегодня можем точно сказать, мы это можем. Очень важно здесь выявить астму на ранних степенях ее развития. Очень важно. Потому что, когда астма только начинается, степень тяжести ее не тяжелая, ее, конечно, намного легче контролировать при помощи медикаментов. Помимо лекарств, обязательное посещение школы астмы, ингаляции и дыхательная гимнастика. Для прохождения процедур за этой дверью предлагают потеплее одеться. Температура внутри 16 градусов Цельсия. Внутри соляные камни. На стенах, потолке и даже полу одновременно в этой соляной пещере могут находиться до 6 человек. Процедура занимает 60 минут по времени. И такая работа дает свои результаты. Скорую стали вызывать реже, если 20 лет назад, когда астма-центр только начал свою работу, с обострением раз в год госпитализировали почти каждого из 132 пациентов. Сейчас из 1800 астматиков на больничных койках оказываются всего 20. Мария Шпакова, Алексей Гриднев, Новости губернии.